В огненном плену крупные пожары пронеслись по нескольким районам края из-за мощного урагана. Скажи нет сезонной эпидемии. Жители Барнаула активно прививаются от гриппа в выездном прививочном центре. Осторожно, осень! Алтайские автоинспекторы призывают пешеходов носить светоотражатели в темное время суток. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Как нам стало известно, из-за пожара в Куриинском районе некоторым местным жителям накануне пришлось покинуть свои дома. Правда, сотрудники МЧС данный факт не подтверждают. По их словам, эвакуировать никого не пришлось и обращений не было. Сообщение о пожаре в Куриинском районе поступило днем 28 октября. А около 8 вечера было обнаружено уже 4 очага возгорания. Борьбу с огнем вели силы Краевой и Федеральной пожарной охраны, а также сотрудники МЧС. Всего 87 человек и 21 единица техники. Если говорить о причинах произошедшего, то наиболее вероятно это неосторожное обращение с огнем, поджог сухой травы. В условиях ураганного ветра огонь распространялся с большой скоростью на большие территории. К счастью, крупных пожаров в населенных пунктах в случае травмирования или гибели людей удалось не допустить. Местные жители уверяют, что во время пожара пострадало фермерское хозяйство на границе Курии и Зминогорска. Уничтожено несколько единиц техники, жадки, комбайн, селки. Ликвидировать возгорание удалось ближе к ночи. Как нам сообщили в пресс-службе МЧС Края, всего на территории региона накануне было обнаружено 30 возгораний. В Зминогорском, Калманском, Кытмановском, Усть-Пристанском районах. В основном горела сухая трава. В некоторых районах был введен режим повышенной готовности. Высокая пожароопасность на территории края сохраняется. Около 200 жителей Барнаула поставили прививку от гриппа за три дня работы выездного прививочного комплекса. Профилактическая площадка работала в самом центре города. Ежедневно здесь проходит огромное число людей. Часть из них, порядка 200 человек, заглянули в мобильный комплекс и бесплатно привились от гриппа. Медики советуют не игнорировать процедуру, так как последствия от гриппа могут быть опасными до серьезных осложнений, лечение которых весьма дорогостоящее. После прививки тоже очень маленький процент, если какая-то слабость небольшая, недомогание. А вот вы говорите, аллергия может быть? Аллергия на яйцо. Противопоказания, если на яичный белок есть аллергия, немножко есть в составе. Массовая иммунизация населения продлится до конца ноября. Прививку от гриппа поставили уже свыше 500 тысяч жителей края. Напомним, привиться можно во всех поликлиниках региона. Сегодня исполняется 100 лет комсомольскому движению. Ровно век назад был создан Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Для бывших алтайских комсомольцев этот день по-прежнему остается красным днем в календаре. В Барнауле проходят торжественные собрания в честь столетия ВЛКСМ. Комсомольцы разных поколений сегодня вспоминают молодость, задачи партии. В Алтайском государственном краеведческом музее открылась выставка «Комсомольцы. Беспокойные сердца». На ней можно увидеть билеты и значки первых членов ВЛКСМ, послания комсомольцев 1968 года, комсомольцам 2018 и не только. Подробнее о том, как в Алтайском крае вспоминает Коммунистический союз молодежи, расскажем в вечернем выпуске. Осенью в вечернее время почти в два раза увеличивается число ДТП. Ранние сумерки и дожди делают пешеходов едва заметными на дорогах. Затормозить вовремя водитель не успевает. Как следствие, взрослые дети получают тяжелые травмы. Изменить ситуацию могут светоотражающие элементы на одежде. Оказывается, их можно изготовить самостоятельно. Как это сделать, автоинспекторы учат школьников. Сердечки, звездочки, машинки. На первый взгляд, обычная аппликация на уроки труда в четвертом классе. Но именно эти узоры могут стать спасением ребенка на дороге, говорят инспекторы ГИБДД. Во всех школах Барнаула они проводят беседы со старшеклассниками, а с малышами делают светоотражающие брелоки, которые можно наклеить на верхнюю одежду или рюкзак. Чтобы водителям у нас лучше было видно, чтобы нас не сбила никакая машина, мы делаем сейчас поделку, чтобы ночью нас было видно. Я делаю просто такой значок, как шестигранник со сердечками и молнией. Я прицеплюсь и на куртку, в которую я сейчас хожу. За 9 месяцев в Барнауле произошло 117 аварий с участием детей. Летом на улице Малахова насмерть били 14-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Часто дети и сами неожиданно выбегают на проезжую часть. Дети всегда беспечны, им несвойственное чувство страха, чувство самосохранения. И сделать это детство счастливым, уберечь детей – это задача взрослых. Задача школа, задача наша задача. Сотрудники ГИБДД призывают родителей при выборе верхней одежды обращать внимание на светоотражающие элементы. Возможно, детям и самим понравятся светящиеся брелоки, браслеты, повязки, которые хорошо видны в ночи. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар». С алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. На всей территории края похолодает. В Рубцовске до 6 тепла, в Бийске и Белокурихе до 8. В Барнауле порывистый ветер. Возможен дождь и до 6 выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин